я вообще худеть не собираюсь да и не хочу я как-то наткнулся на одну статейку там описывали ну реально вот какие-то странные диеты дымные уксусные алкогольные ну ради ощущений я думаю можно попробовать прежде чем начать эту безумную историю предупреждаем повторять подобные эксперименты не стоит себе дороже уже давно доказано от никотина например не худеют это что касается дымной диеты а если и худеют то только от того что этот самый никотин медленно и верно убивают тоже из алкоголя создатель этой диеты вильгелем завоеватель король англии так и не узнал эффективно ли она он напился упал с лошади и умер чудили наши предки от недостатка информации и опыта вот и мы сегодня тоже будем чудить наш герой денис лично не испытает на себе ни одну из этих экстравагантных и опасных диет он лишь поможет проиллюстрировать несколько мифических историй о том как худеть точно не стоит долой весы долой сантиметры ждать результатов от того что выдумали господа буржуа в бешеные гонки за стройностью по меньшей мере глупо назвать их странные фантазии диетами язык не поворачивается и между прочим первые безумные идеи пришли в голову именно мужчинам женщины начали худеть только после первой мировой войны те женщины молодость которых пришлась на войну они хотели эту молодость немножко продлить и впервые собственно говоря в моде возник культ молодости культ молодого стройного тела даже может быть чересчур стройного и чересчур юного потому что появляется тема андрогинности в моде появляется тема плоской груди у женщин таких вот прямых плечиков быстрых веселых ног и лишь не весь конечно в эту эстетику никак не вписывается и собственно все выстрел стартового пистолета прозвучал с этого момента уже больше никогда тема пышные фигуры в моду но как бы как тренд не будет возвращаться к выводу о том что еду можно заменить сном люди пришли еще в начале двадцатого века суть ее проста каждый раз когда хочется что-нибудь съесть отправляться стоит не в кухню а в спальню с собой вместо тарелки ложки и кружки лучше прихватить подушку одеяло и беруши чтобы никто не мешал создатели этой экстравагантной диеты советовали дополнительно еще и пить снотворное конечно заснуть на голодный желудок достаточно сложно таким образом экспериментаторы конечно худели но отчего это уже другой вопрос это глупость потому что больше девяти часов спать в принципе неразумно потому что может произойти такой легкий отек мозга то есть наш мозг после четырех часов утра думает что мы находимся в вертикальном положении все что мы спим дольше пяти часов утра до это набор жидкости тканью мозга если спать до обеда потом ходишь целый день как будто слегка не в себе до просыпаешься очень долго как будто что-то не так с тобой произошло этот эффект до задержки жидкости в головном мозге однако этот метод был популярен и еще как 1976 году ее пропагандировал сам элвис пресли король рок-н-ролла отдыхал на таком меню по несколько недель перед концертом а все для того чтобы войти в свои легендарные белые брюки в брюки то он входил однако вместо того чтобы правильно питаться он горстями глотал снотворные и как мы все знаем умер от сердечного приступа вследствие передозировки этими снотворными такая вот печальная история спящего красавца однако не стоит забывать что залогом стройности является именно сон но принимать его нужно в разумных дозах и всегда помнить выспаться впрок на неделю вперед не получится спать надо правильно и лучше ложиться в кровать до 12 часов ведь только во сне и в темноте вырабатывается ночной гормон мелатонин который за несколько часов способен уничтожить не менее 100 граммов жира утром гормон тьмы мелатонин превращается в гормон света серотонин и чем больше его накопилось за ночь тем больше энергии получит человек так что сон вполне может стать панацеей от лишнего веса главное принимать его в нужное время и не ошибиться в дозировке отказаться от еды воды и перейти на потребление загадочной праны звучит красиво даже если не задумываться о том что прана это не что иное как энергия солнца сторонники этой теории вероятно исходит из того что жизнь без этого светила точно остановится в течение каких-то восьми минут после его исчезновения планеты покинут свои привычные орбиты вращения наша кстати тоже неизвестно где припаркуется на земле станет невыносимо темно температура понизится до минус 273 градусов по цельсию также и человек если он будет находиться без отрыва от среды и он не будет поглощать воду не будет поглощать пищу которая несет необходимые микроэлементы а мы будем просто поглощать энергию солнца конечно усваивается организм человека прежде всего кожа наша усваивает эту энергию но жить на этой энергии человек сможет только до тех пор пока у него есть внутренние резервы можно конечно уподобиться индийскому йогу прохладу джани его кстати нередко называют отцом теории про наедение и как он в течение 70 лет наслаждаться исключительно солнечным светом но тогда вполне логичным оказывается вопрос большинства ученых если он может не есть зачем ему дышать ведь если человек может обходиться без пищи он вполне мог бы обойтись и без кислорода вы берете любое растение вынимаете его из среды из земли из воды и положим это растение на солнце что с ним станет с ростком с листочком от дерева самим деревом с травой оторванное от земли растение погибает интересно что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая отказа от еды и воды на длительный срок на самом деле для того чтобы быть здоровым и стройным необходимо наоборот есть и те кто отказываются от еды и воды либо плохо заканчивают либо врут известно также история про индийского пранаеда хирура тана который отказался от еды и воды еще в 90 но недавно его поймали в ресторане сняли видео с полным как он шел с полным подносом еды или например еще одна история про женщину из австралии которая начала голодать и ее частично парализовала у нее отнялась рука и она утратила способность разговаривать человеческий организм способен обходиться без воздуха от 5 до 10 минут без воды от 3 до 8 дней без еды чуть больше двух месяцев уже через 72 часа после последнего приема пищи белок в клетках тела начинает разрушаться и выпускать в кровь аминокислоты они преобразуются в глюкозу и продолжат питать мозг но человек к этому моменту уже вступит в опасную фазу аутофагии самопожирание в этом режиме он просуществует до тех пор пока не будут исчерпаны основные ресурсы организма глюкоза жиры клетки мышц на этом все никакая солнечная энергия его уже не воскресит про жизнь в розовом цвете известно пожалуй всем а вот в синим наверное а это да будет вам известно еще один диетический рецепт хочешь похудеть купи себе синие очки идея в принципе не нова доказано что этот цвет угнетающий действует на человека поэтому употреблять в пищу синюю картошку синий хлеб синие макароны он вряд ли рискнет как-то не аппетитно это что а вообще мысль сама по себе неплохо можно приобрести очки всех оттенков а то от голода недолго и в хандру впасть плохое настроение надеваем розовый пасмурно желтый отправляясь в ресторан синие как говорится пей мочу не доверяй врачу то есть люди готовы пойти на очень многое чтобы не просто обмануть себя а снять внутреннее напряжение это попытка объяснить себе что со мной ничего страшного не произошло раз второе ну я же что-то делаю для для того чтобы похудеть я же очки надел синие специальные это два ну и третье что это может быть еще это привычный образ жизни серии что произойдет когда я похудею не страшно похудеть на самом деле не страшно и не дай бог я похудею это цель моей жизни я уже диет 5 пробовала 10 пробовала ничего не получилось что поделать если человек худеющий обманываться рад его надувают а он в погоне за псевдостроенностью готов на любые жертвы еще в конце века 19 немало предпринимателей сколотили себе внедурственное состояние на таких вот доверчивых гражданах они предлагали потенциальным покупателям мыло с содержанием алоэ морских водорослей уверяя что она не только разглаживает кожу но и растворяет подкожный жир алоэ вера вообще в принципе как антицеллюлитный я вообще не слышала может быть она конечно и применяется но вот если водоросли они да они имеют свойства они ускоряют где-то чуть-чуть клеточный метаболизм они выводят влагу но алоэ вера сомнительно ну и еще один пожалуй самый нелепый из всех мифов похудеть поможет хлопок люди умудряются глотать даже ватные диски а все зачем чтобы заполнить желудок и съесть как можно меньше во время основной трапезы стоит ли говорить что такого же эффекта можно достичь всего лишь выпив стакан воды перед едой не подвергая таким образом ни себя не свой пищевой тракт опасным экспериментом а сейчас просто представьте вата попадает в ваш желудок пропитанная жидкостью и пищи она набухает образуя инородные тела без аары они в большом объеме заполняют полость и естественно даже малое количество пищи в итоге приводит к насыщению но инородные тела способны задерживаться в желудке обрастая содержимым до поры до времени это может не сказываться на состоянии здоровья но в один прекрасный момент обязательно потребуется полосная операция для их извлечения так что сто раз подумайте прежде чем глотать что попало вот эти диеты вообще не про диеты и вообще не про здоровье я бы не стал советовать это делать ну если вы конечно хотите рискнуть но не надо не стоит а закончим эту безумную историю советом от некоего томаса шорта который еще в 1727 году своем трактате о причинах точности поведал миру о том что люди плотного телосложения обычно проживают в болотистых местах что послужило причиной таких выводов сейчас уже никому не известно но ведь можно попробовать и поменять климат на более засушливый почему нет в конце концов только человек худеющий знает поможет ли этот переезд решить проблему или даст новую возможность обмануться и убежать от нее а